Сейчас в здании прокладывают инженерные сети, усиливают проемы первого и второго этажей больницы. Кроме того, рабочие оборудуют систему вентиляции и другие внутренние сети. В помещении сделали полы под отделку. Далее по плану должны демонтировать и заменить все инженерные системы водопровода, канализации, отопления и вентиляции. Кабинет врачей, пищеблок, который там для приготовления еды, для как бы вот эти все моменты. А все процедурные кабинеты, рентген-кабинеты, основные, которые необходимы для деятельности данного учреждения, имеются. Обязательно учтут и потребности маломобильных граждан. Для них оборудуют пандус и лифт, для того, чтобы туда можно было заехать на инвалидной коляске. Будет и благоустройство прилегающей территории. Появится здесь и система видеонаблюдения, пожарная сигнализация и кондиционирование. В общем, все по последнему слову науки и техники. Строители взяли очень неплохой темп. Все делается достаточно качественно. Работы согласуются и с заказчиками, и с нами, как с эксплуатантами. Мы постоянно смотрим качество ремонта, что делается, какие-то вопросы здесь решаются оперативно. В принципе, сейчас количество строителей, которые на объекте работают, они нас удовлетворяют и все очень неплохо. Здание больницы имени Даши Севастопольской старое, с 40-х годов постройки. Капитальный ремонт здесь не делали никогда. Начинали его еще в 2019 году. Но, к сожалению, процесс затянулся. Причина стара как мир. Контракт был расторгнут в связи с недобросовестностью исполнения своих обязательств и некорректных проектных решений. Уже в 2020 году новый подрядчик компании «Теплостройсервис» приступили к корректировке проектных решений, привели в соответствующий проект с действующими санпинами. Работы нового подрядчика заказчики довольны. У городского капстроя претензий нет. Подрядной организации пришлось проводить работу над ошибками предшественников. К примеру, в проекте они не учли санузлы и душевые кабины в каждой палате. По новым проектным решениям в каждой палате собственный санузел и душевая кабина. Поменяли планировочные решения. Сейчас в процессе завершения разводка всех коммуникаций уже согласно новых планировок. И в ближайшее время, думаю, в январе подрядчик приступит к финишной отделке. Обновленная больница будет рассчитана на 90 коечных мест, по 30 на каждом из трех этажей. Здесь расположится ревматологическое, неврологическое и терапевтическое отделения. В учреждении будут оказывать плановую помощь больным. Завершить капитальный ремонт больницы имени Даши Севастопольской планируют в мае 2022 года. Для нового здания закупят и новое оборудование – компьютерный томограф и аппарат УЗИ. Святослав Данилов, Михаил Воробьёв. Новости Севастополя. Спасибо. 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 Спасибо.